Добрый вечер. Во-первых, я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что пригласили меня сюда. Меня зовут Михаил Навотный. Я директор и главный куратор Центра современного искусства «Футура» в Праге. Довольно забавно, потому что я знаю, что у вас тут тоже есть галерея «Футура» в Нижнем Новгороде. Может быть, организаторы, в общем-то, именно с этим расчетом решили мою лекцию организовать именно в Нижнем Новгороде. В любом случае, очень здорово, что у людей есть интерес к тому, чтобы познакомиться с чем-то новым. Я постараюсь вам рассказать о чем-то вам еще неизвестном. Моя лекция будет состоять из трех частей. Сначала я хотел бы сделать такое небольшое теоретическое введение и рассказать о некоторых примерах. Расскажу о собственном опыте. Если что-то вам покажется скучным, пожалуйста, подождите, я потом перейду к более интересным вопросам. И в самом начале я хотел бы сказать, что некоторым специалистам, некоторым профессионалам, может быть, фрагменты моей лекции покажутся довольно банальными, а некоторым, наоборот, слишком сложными. Итак, первый слайд, который я хотел бы представить вашему вниманию, это такое предисловие, портрет Дариана Грея, Оскар Уайлд, 1819 год, дат публикации. Очень важно обратить внимание на последнюю строчку этого предисловия, которое гласит «Все искусство бесполезно». Я не совсем с этим согласен, мне кажется, не все искусство бесполезно, искусство может влиять, но давайте пусть это предложение будет таким символом эмансипации искусства 20 века. В книге Брайана О'Дойрти, которая называется «Идеология галерийного пространства», мне кажется, сегодня большинство студентов, которые изучают теорию искусства, знают об этой книге. И в ней говорится о том, как галереи создавались, учреждались в 20 веке, и говорится о том, что галереи создаются в соответствии с теми же строгими законами, в соответствии с которыми создавались средневековые церкви. И в своей книге в такой примитивной форме он говорит о том, что искусство после Второй мировой войны так или иначе напоминает экспансию, расширение, так скажем, границ искусства. Это некая такая попытка прорубить окно внутри картины. И это также некое окно между художником и зрителем, создание между ними такого прямого диалога. Мне кажется, это интересная интерпретация Брайана Дуэрти. Согласно нему, искусство не так важно. То, может быть, какое-то произведение искусства, которое сделано из пластика, важнее тот факт, что зрители создают ощущение, что он часть того или иного художественного проекта, а не просто сторонний наблюдатель. И продолжая идею о том, как художники относятся к рынку искусства, мне кажется, очень интересна такая работа 1961 года, которая называется «Дерьмо художника, экскременты его». Но, на самом деле, пока мы не откроем, мы не узнаем, настоящее оно или нет. Это отношение художников к вопросам денег и вопросам функционирования рынка искусства. Такая вот автономия художников была представлена в книге Пьера Бурдье «Правила искусства», который говорит о том, что в художественном искусстве и вообще в пространстве искусства произошел такой двойной разрыв. То есть, та автономия, которая сегодня является частью искусства, в том, что искусство должно быть независимо от рынка, от политики, это то, что появилось при определенных исторических условиях, в результате чего художники оказались в ситуации, когда им пришлось реагировать на буржуазное искусство, с одной стороны, на запросы буржуазии, а с другой стороны, реагируя на социальную обстановку, тогда появилось такое социальное искусство. На выставке в Берлине было представлено абстрактный экспрессионизм, где как раз-таки и впервые было заявлено о так называемой автономности искусства, о независимости от политики. Это, по сути, ведь был политический проект, который поддерживали США в рамках культурной войны и холодной войны, потому что авангардисты их подавляли в России, и идея свободного духа художника, это, пожалуй, была главной идеей, которую несли на своем знамени США против Советского Союза. То есть искусство должно быть независимо от политики, от общества, но, мне кажется, такого не было никогда. Искусство всегда было частью политической борьбы, даже если мы говорим про абстрактный экспрессионизм, который, пожалуй, является, наверное, наиболее ярким воплощением независимости искусства. Ну, здесь такое вот, по сути, такое резюме одной из выставок, которая проходила в те времена. Интересно то, что корни автономии лежат в модернизме, который, по сути, утопический проект, и автономии, в общем-то, так мы и добились, но это позволило несколько изменить немножко наше понимание искусства. И вот как раз это один из примеров, который как раз-таки позволил показать, как происходит эта трансформация. Итак, эти вопросы довольно давно существуют в искусстве. Это фрагменты из статьи, из журнала ДИС, посвященные проблеме искусства и коммерции, где такая создается дилемма между искусством и восприятием, и тем эффектом, который искусство производит на зрителя. Там он говорит о том, что есть разные результаты, которым приводит искусство, но главный момент состоит в том, что искусство всегда производит со структурной точки зрения какую-то интерпретацию окружающей действительности. И с точки зрения экономики, институтов или инфраструктуры, современное искусство всегда дает некий приоритет зрителю тому, какие последствия тот или иной арт-объект, какое влияние тот или иной арт-объект окажет на зрителя. Но при этом, конечно, вряд ли можно забывать об экономическом эффекте. Вот, например, реклама – это как раз тот пример сотрудничества искусства и коммерции. Нью-Йоркская группа K-Hall, которая в интернете публикует такие прогнозы тенденций в искусстве, пытается предсказать, что будет происходить в моде на рынке искусства. Но в отличие от компаний, которые занимаются созданием тех или иных тенденций, они существуют на таких добровольных началах. И такие художественные тенденции, и маркетинг того или иного художественного продукта – это вещи, конечно, еще нужно обсуждать их. Но есть множество примеров того, как искусство влияет на окружающий мир. Вот есть такой термин, как «эффект Бильбао». В 1997 году в Бильбао было открыто вот такое здание. На этом слайде как раз показано, как происходила вообще реструктуризация порта Бильбао. По сути, полностью его отстроили заново. И вот эта часть, в общем, в том числе была перестроена, очень много офисных зданий появилось. Простите за качество этой фотографии. Это на самом деле скопировано с сайта Бильбао проекта. Очень часто забывают, к сожалению, что даже несмотря на то, что мы говорим про «эффект Бильбао», это все-таки очень большой проект, который предполагает реструктуризацию огромной территории, не только создания музея. Это проект, который длился много лет и предполагал полную реструктуризацию целого региона. Это, в общем-то, пример того, как реализовать постиндустриальные проекты. Мне кажется, это очень характерно для региона. Интересно, и часто возникающий термин сегодня – это джентрификация городских пространств. и сегодня начинается некое изменение в процессе. В 1983 году в результате наводнений были сильно разрушены определенные регионы, и вот как раз в рамках проекта джентрификации был разработан проект, согласно которому некоторые части этой зоны, экономически разрушенных частей, были восстановлены. Понятно, что можно отстроить те или иные здания где угодно, но ведь там уже, по сути, была инфраструктура, просто можно было ее использовать. Такой вот подход к инвестиции и в человеческие ресурсы, и в окружающую среду. Это, в общем, идея, которая лежит в основе идеи джентрификации. Это как раз-таки проекты, которые были реализованы в рамках большого крупного проекта Бильбао. Музей, который там был построен, в котором я был два года назад, он довольно старый с точки зрения презентации тех или иных объектов искусства. Ну и, конечно, мне кажется, сама по себе обстановка не располагает к тому, что мы там вешать те или иные картины, и само по себе пространство очень маленькое, 20-30 объектов, наверное, там можно представить, не больше. Ну, в основном, американский абстракционализм там представлен. В Бильбао, наверное, только в 2015 году, всего три года назад, они добились действительно большого притока аудитории. То есть вы видите, что довольно много времени ушло на то, чтобы у людей сформировалось отношение к этому проекту, чтобы они заинтересовались этим проектом. Мне кажется, это всегда нужно иметь в виду, говоря об аудитории. То есть уходит время на то, чтобы донести до аудитории информацию о том, что открывается какое-то новое пространство. То есть требуется время, чтобы у людей в сознании создалось вот это понимание, что появилось новое пространство, на которое можно посмотреть. Модель Бильбао была по сути использована в дальнейшем. Мне кажется, вот пример Рензо Мартенса очень характерен в данном случае. Это художник, который, как он говорил, хочет джентрифицировать джунгли. Такой вот создает центр современного искусства и, по сути, в общем, использует эту модель Бильбао. Ее можно использовать в африканских регионах. То есть если мы говорим про каких-то художников из вот таких вот регионов, из таких стран, то, что называется инаугурация Белого Куба. У него вообще нет на самом деле крыши. Вот если вы видите, это две стены, по сути. Ну, у них и не было задачи в данном случае создавать полноценную галерею. А вот попытались создать такой контур, очертание. То есть что-то в конголезских джунглях, чтобы так или иначе напоминало художественную галерею. Но открывая что-то подобное, уже само по себе влечет определенный эффект. И, наверное, мы понимаем, что экономическая обстановка и когда ВВП за последние годы растет стремительно, действительно можно подумать о том, чтобы создавать какие-то институции, приглашать кого-то. И в рамках того или иного подразделения и разделения ресурсов можно действительно что-то построить в конголезских джунглях, что-то более значимое. Одним из классических примеров, еще одних классических примеров, мне кажется, для Бильбау это тоже важно, потому что он был открыт в 1997 году. Тогда у нас еще не было у всех в карманах айфонов и не было возможности посмотреть на фотографии так легко и быстро. Вот это вот фотография Бушвика 1980-х годов. Это были те времена, когда в Нью-Йорке фактически объявили о банкротстве. Город был на грани банкротства. Город сгорел в 1982 году, и потом там начали заново отстраивать целый район. И вот этот человек, мне кажется, очень интересно, как это все делалось с структурной точки зрения. Он итальянский иммигрант. В конце 70-х переехал в США. Отец его был убит, потому что хотели украсть его бумажник. В конце 90-х он начал создавать НКО, которую назвал Бушвик комьюнити, и они стали расписывать граффити стены Бушвики. Хотя, в общем-то, мы знаем, что что бы то ни было рисовать на стенах запрещено. Это вообще считается уголовным преступлением. Но был открыт целый район, в котором художники могли делать все, что они хотят. И теперь именно этот район привлекает огромное количество туристов. Ну и вообще в Нью-Йорке происходит на сегодняшний день процесс джентрификации. На Манхэттене, в Бруклине. Там, в общем, темпы довольно большие. Бушвик недалеко, кстати, оттуда. Там есть возможность добраться туда на метро. Это не везде есть такая возможность в Нью-Йорке. И это, конечно, очень удобно, добираться туда. Туристы стали приезжать, даже стали организовывать какие-то туристические экскурсии. Вот вы видите, что там девушки делают какие-то фотографии. Это привело к определенному эффекту. Очень много галерей стали там организовываться. Это было связано прежде всего с тем, что низкая арендная плата. Очень много баров стало перемещаться в Бушвик. В общем, это провоцировало поток туризма, увеличение потока туризма. И некоторые граффити впоследствии были закрыты рекламными щитами. И в основном это было сделано рядом с станциями метро. Мне кажется, это тоже так или иначе отражает процесс джентрификации. И очень многие люди, которые как раз-таки живут в том районе, не могли позволить себе платить арендную плату. художники, которые рисуют граффити, создают вот такие вот довольно противоречивые изображения. И порой даже их привлекают к ответственности за ту противоречивость, которую они провоцируют в обществе. Ну, на самом деле, можно, конечно, поговорить и про граффити в Нижнем Новгороде. Может быть, у вас тоже здесь довольно мощное сообщество граффити художников. Но так или иначе они пытаются модернизировать, изменить систему общественных пространств и обращаются к тем или иным социальным классам. Влияние маленьких, небольших галерей на общий процесс джентрификации, на быстрое развитие городских пространств – это тема, которую активно обсуждают. И очень много примеров. В частности, например, такая галерея, как Tiny Creatures. Есть галереи в разных частях города. Мне кажется, это интересно, это довольно типично вообще для США. И в рамках джентрификации того или иного района создают такие небольшие галереи. И об этом говорится, кстати, в книге Криса Крауса. Это фотография района Карлин в Праге. Он был затоплен в 2002 году. И вообще в 80-х годах это вообще был такой неблагополучный район. Там жили не самые благополучные люди. Тут, например, табличка указывает, что там вообще был бордель. А в 2002 году уровень воды поднялся на 2 метра. И после этого стали преобразовывать этот район, вот эта вот трамвайная улица, до наводнения. Вот как она выглядит теперь. Вот там есть Старбакс даже. Центр Современного Искусства Футура, где я работаю, был создан в 2003 году итальянским девелопером и меценатом, который приехал в Прагу в 90-х годах. И он занялся как раз-таки девелопментом и редевелопментом зданий, которые там находились. Он заключил договор с одной компанией, которая занимается продажей аренды недвижимости. И они договорились, что эта компания предоставит нам на долгосрочную аренду, вот такой вот завод, где производилось машинное оборудование. И мы договорились, что мы, по сути, ее реконструируем, превратим ее в галерею. Вот так она выглядела до реконструкции. Компания буквально незадолго до этого построила такое офисное помещение. Это был проект, построенный на базе уже имеющейся инфраструктуры. И в 2005 году Carlin Studios были открыты. Арендная плата была достаточно низкой. И мы создали 15 художественных студий. И арендная плата, опять же, была достаточно низкой, ниже средней платы на рынке. И благодаря этому определенные субсидии получала компания, которая предоставляла помещение по такой низкой арендной плате. И то качество искусства, которое там создавалось, было действительно удивительным, удивительно высоким. И работы были действительно качественные, были действительно интересные. И вот в последние годы мы видим, что появилось достаточно много значимых художников, которые сегодня продают свои работы за тысячи и тысячи евро и получают довольно много денег, в частности, за счет того, что они платят такую низкую арендную плату. И до 2010 года, в 2007 году произошел экономический кризис, он охватил всех, в том числе и Прагу. Мы поняли, что мы больше не можем оставаться в этом здании, хотя договор был до 2010 года. Вот как все это выглядело, все эти студии. И идея стояла в том, чтобы привлечь туда еще и международных художников. И 15 художников были выбраны, и мы предоставили им рабочее пространство. И были созданы две международные резиденции для них. Была еще и вот такая галерея. Вот она на этом слайде. Некоторые картины, некоторые фотографии с выставок. В 2016 году мы поняли, что нам придется оттуда съезжать. Кризис закончился. И очень быстро началась перестройка всего района. Были большие инвестиции. в этот район. Были использованы огромное количество частных денежных средств. Но в 2007-2008 годах мы могли функционировать независимо. Мы получали частную поддержку или получали гранты. А когда в 2016 году нам пришлось переехать, то мы сначала обратились в муниципалитет Праги, в Министерство культуры. Мы объяснили им ситуацию и спросили, могут ли они нам помочь. Потому что, в общем-то, у нас уже есть учреждения. И полтора года мы обсуждали пространство. И в конце концов, буквально за два месяца, как нам нужно было покидать наше прежнее пространство, мы узнали, что, по сути, нам некуда идти. Вот это здание было полностью уничтожено. Они просто сравняли с землей это здание. В СМИ так или иначе освещали эту ситуацию. Они объясняли, что происходит с нами. И говорили о том, что наш центр функционировал довольно успешно в течение нескольких лет. А теперь никто не хочет нам помочь. И у нас, по сути, не было возможности переселиться в другое помещение за ту же арендную плату. Прага растет очень быстро. И разработка территории происходит быстро. И цены на недвижимость растут тоже очень быстро. И в рамках фестиваля, который называется «Сигнал», была сделана как раз-таки эта фотография. Ну, и закончилось все, как это обычно заканчивается. В диалоге между художниками и властью возникла оппозиция. И в итоге они нас заставили взяться за еще один проект. Это тоже такое городское пространство. Здесь были раньше бараки. Они, на самом деле, так вот, по счастью, без случайностей получилось, находились буквально в 500 метрах от нашего прежнего местоположения. Они были построены в 18 веке. Ими давно очень не пользовались. Использовалась только вот эта часть. А все остальное, на самом деле, до сих пор пустует. И город не знает, что делать с этой территорией. Вот, когда мы въехали, вот так это все выглядело. Вот как оно выглядит сейчас. Мы, конечно, не можем позаботиться обо всей территории, но вот в рамках своих полномочий и своих ресурсов делаем то, что можно. Создаем вот такой вот летний кинотеатр и благоустраиваем эту территорию. В рамках развития города очень много вопросов так или иначе связано с тем, как зарабатывать от продажи алкоголя. И вот, кстати, здесь был организован бар. Коммерчески довольно дорого открывать бары, но политики предоставляют им возможность, потому что те платят достаточно много в казну. А вот почему-то политики не хотят предоставлять помещения художникам, видимо, потому что от них доход в казну не очень большой. Вот как это пространство выглядит сейчас. Вот на верхнем этаже мы размещаемся. Это архитектурный проект, на котором мы работаем совместно с нашими партнерами. Специфика Прага состоит в том, что в самом начале у нас нет вот таких вот, к сожалению, музеев современного искусства, национальных галереи или национальных центров. Но государство всегда поддерживало небольшие инициативы. Это список независимых художников, которые организуют собственные независимые проекты в Праге. И на самом деле очень важно поддерживать такие инициативы, создавать такие независимые институты, чтобы художники могли реализовывать свои проекты. И в дальнейшем крупные художественные институты, крупные культурные учреждения могут так или иначе привлекать этих независимых художников на свои площадки. В восточноевропейских странах есть такие независимые пространства, которые сотрудничают с крупными учреждениями. Вот примеры довольно забавных проектов, которые делались на базе нашей галереи. здесь вот мы пытались привлечь внимание к тому, что у нас, по сути, нет места для того, чтобы организовывать наши выставки и организуем их в лужах. Вот это вот пассаж, где выставляются самые разные объекты, даже, скажем, ковры. Мне кажется, такие места вызывают интерес и приводят к дальнейшему развитию общества. Сегодня туристам, мне кажется, интересно что-то аутентичное, что-то самобытное. И Бильбао, являясь крупным музеем, показывает и свою архитектуру, и свои какие-то самобытные особенности и привлекает определенные слои общества. Бурдия об этом говорит. То есть люди хотят видеть что-то, что не ориентировано на туристов, что-то самобытное, и нестандартное. В галерее Футура у нас есть скульптуры Давида Чернева. Он очень популярен в Чехии. Наверное, один из самых популярных художников, скульпторов. Мне они нравятся с точки зрения художественного искусства. Они действительно интересны, и очень много туристов приходит. 25% нашей аудитории это российские туристы, кстати. Они очень часто приезжают туда, чтобы посмотреть на эти скульптуры. Давид Черный занимает особое место в городском пространстве Праги. Он с самого начала очень тесно связан с муниципальным правительством. На карте очень много его проектов в самом центре города. У него такое привилегированное положение. Это вызывает много критики, стоит ли действительно позволять одному художнику получать такую власть. Но тем не менее, вот он работает. Очень интересен пример пиара. Это, наверное, один из его первых проектов. В 1991 году он выкрасил вот этот танк Т-34, который, в общем-то, вот тут у вас стоит, кстати, в Кремле. Это рядом с Футура. Он выкрасил его в розовый цвет. И я бы не сказал, что такая глубокая и сложная идея. Это просто была реакция на развал Советского Союза, на идеи свободы. Хотя, может быть, именно это, наверное, привело к скандалу. И, в конце концов, некоторые политики поддержали его. И вот так вот он, в общем, стал таким общественным деятелем, публичной фигурой. Мы говорим с вами сейчас как раз о экономическом и социальном капитале, который несет в себе искусство, или потенциале, который несет в себе искусство. Это очень недавняя инсталляция. Эта работа является частью крупного торгового центра, торгового и офисного центра. Это такой способ легитимизации этого комплекса. И очень многие люди сегодня, мне кажется, используют искусство для того, чтобы легитимизировать свои коммерческие проекты. Вот это уже проекты в галерее футура. У нас был приток людей, которые приходят посмотреть на это. Это позволяет нам делать довольно радикальные вещи, такие авангардистские проекты в бывших бараках. Такие легкие выставки, которые легко воспринимаются зрителям. Мы хотим это просто представить, мы не хотим объяснять, мы не хотим выступать некими посредниками, мы просто хотим показать. Мне кажется, этого уже достаточно. Важно просто представить. И мои коллеги уже говорили о том, что важно просто дать возможность посмотреть на современное искусство и понять, что это свое. Это нужно просто испытать, увидеть своими глазами. с другой стороны, каждая галерея, я думаю, что я к вам обращаюсь по этому вопросу, и вы понимаете, о чем я говорю. Важно поддерживать местных художников, местные художники более старшего поколения. Им, на самом деле, мне кажется, даже труднее, чем молодому поколению. но с другой стороны, работа Ленка Клодова в 80-е годы, она редактировала вот такой вот порнографический журнал, и спустя 20 лет, мне кажется, сегодня это более понятно для широкой публики, чем в свое время, 20 с лишним лет назад. Иногда действительно требуется довольно много времени, чтобы художника и его творчество можно было понять. Не только Прага и Давид Черный, есть, конечно, и другие города в Чехии, и вот интересный пример, это Бен Вачи, такой известный художник 60-х, 70-х годов, базировался в Венеции, они построили три трамвайных линии, и эти трамвайные линии были в старой части города, такая вот туристическая часть. Но это привело к некому трансформациям в процессе урбанизации, и он проектировал название всех станций, всех остановок. Я выбрал именно эту фотографию, потому что в том, где говорится, что мне не важно, что я из Ниццы. И еще один пример того, как создавали этот проект трамвайных линий, создавая что-то, что является частью инфраструктурного проекта, позволяет рассчитывать на финансирование, бюджетное финансирование. Он очень популярен в рамках городских арт-объектов. его зовут Бен, и вот он становится довольно популярен, когда вечерный. Еще примеры того, как искусство может работать с городским пространством, это вот эта работа Сипиана Гайна, в общем, бункер времен Второй мировой войны в Голландии. Это возможность для местных жителей посмотреть, что там, но это место не открыто для всех желающих. может быть, им удастся все-таки добиться автономии. еще один интересный пример, это работа Тестера Гейтса, это архитектурно-урбанистический проект в Чикаго, дома, которые буквально уже разваливаются от времени, разрушаются от времени, и их нужно как-то консервировать, и какие материалы можно использовать для того, чтобы их консервировать и превращать в такие мультифункциональные пространства, такая вот совместная работа, художественная работа. Говоря про эффект Бильбао, может быть, вы помните, что я говорил о том, что тогда, в 1997 году, не было у всех возможности общественности быстро отреагировать, не было у нас еще тогда айфонов, но было написано несколько статей, о том, что крупные музеи теперь разрешают своим посетителям фотографировать и выгладывать фотографии в сети. И вот такая вот комната дождя, всегда в нее большая очередь, наверное, потому что она дает возможность какой-то аутентичный опыт получить, зайти в такую комнату дождя. Художники всегда реагируют на такие вещи, и они создают что-то, что так или иначе ориентировано на изображение, на визуальное восприятие. И я думаю, что произошел большой сдвиг в последние десятилетия. Искусство сегодня все больше и больше перекочевывает в интернет. И даже в контексте галереи «Футура» у нас явно свидетельство того, что все-таки люди, которые просматривают те или иные экспозиции через интернет, в три раза больше, чем те, кто приходит физически в галерею. И более одного миллиона IP-адресов заходят посмотреть то, что мы представляем через наш сайт. И качество изображения, конечно, становится лучше. Это как раз классический белый куб, о котором мы говорили сегодня. Это одна из недавних фотографий. Здесь уже качество изображения гораздо лучше. Но идея этого белого куба, которая была подхвачена многими музеями, набирает популярность. Ну и коммерческий рынок не мог не присоединиться. Это магазин Apple Store. Они тоже используют эту идею белого куба. И многие современные бутики, в которых торгуют люксовые продукции, представлены люксовые бренды, используют вот такую идею белого куба, чтобы подчеркнуть значимость своей продукции. И по этой причине, а может быть, еще и благодаря процессу джентрификации и благодаря растущей значимости фотографий, стали появляться такие более миниатюрные художественные пространства. Это галерея в Нью-Йорке. Когда они перебрались вот в это пространство, в Чайна-таун, в Китай-городе, они решили оставить иероглифы на стеклах, создали внутри вот такой белый куб, но при этом иероглифы все-таки решили оставить, как некое напоминание. И это очень хорошее стратегическое решение, потому что изображения здесь становятся быстро узнаваемыми, потому что эти иероглифы стали такой некой подписью, что ли, неким символом. И все больше и больше галерей подхватывают вот эту идею. С одной стороны, идея белого куба, с другой стороны, какая-то характерная особенность, которая бы сделала ту или иную галерею узнаваемой. Еще одна идея, идея цветника, которую организовали два российских художника. это даже не галерея, как в данном случае. То есть художники, молодые художники, конечно, организуют выставки, которые ориентированы исключительно для фотографирования. То есть такое фотогеничное пространство создается. То есть мы с вами все больше и больше, все активнее и активнее ищем определенные ракурсы, которые бы подходили для создания интересных фотографий. И галереи, выставки сегодня действительно используются в качестве интересных площадок для фотосъемки. Те или иные учреждения очень быстро перенимают определенные стратегии и методики молодых художников. Вот в данном случае как раз пример художника, может быть вы его знаете, он даже в Петербурге выставлялся. Они оставляют граффити на стенах здания школы, кажется, и вот на него проецируют те или иные изображения. И вот используют харизму места для того, чтобы сделать его более запоминающимся. еще один типичный пример. Здесь не так много искусства, но такие архитектонические площадки, такие пространства очень часто используются художниками для того, чтобы выставлять свои работы. Вот как раз один из примеров таких мест, которые можно использовать. это дворец в центре города. Его используют как раз именно для этих целей. Он был закрыт много-много десятилетий. Теперь мы надеемся, что он будет служить именно таким пространством. Городской пейзаж становится очень важным для современных художников. Еще один пример того, как учреждения используют методологию фотогеничных пространств. Сан-Помпиду в Брюсселе называется Каналь. Это бывшая производственная площадка автокомпании Пежо. Очень интересно, они поставили объект 960-х годов одного из скульптора, разместили его в этой зоне, где была автомойка. такая попытка создать белый куб внутри этого пространства. Они используют потенциал и историческую харизму, которая так или иначе сформировалась в сознании людей, которые воспринимают все-таки это как бывший завод Пежо. Там есть даже постоянные выставки, очень ценные объекты там выставляются и очень много заключено очень много рассуждает о том, что такое офисная жизнь и какой она была в 80-х годах. Еще один проект, над которым я работаю сегодня, это острова Чехия. Островы, вы увидите на востоке и довольно интересно, как здесь возникает пересечение трех культур Польши, Словакии, Чехии, такой пограничный район. Достаточно большая населенная территория, порядка 10 миллионов человек проживает в ближайшем радиусе. Это пространство, в котором мы сейчас работаем. Это бывший склад. Они продавали в свое время здесь строительные материалы или хранили строительные материалы. Находился буквально в самом центре, но потом коррупционный скандал, смена правительства. И в итоге это здание было закрыто, сзади было построено шоссе, здание опустело на примерно 10 лет. в городе власти решили что-то с этим делать, потому что это было такое черное пространство, не используемое. не знали, что можно тут придумать. Один из кураторов, который раньше руководил крупным проектом, решил, что можно в постиндустриальной части этого города сделать постиндустриальный проект. И во времена, в те времена, когда добывали еще уголь, эту территорию использовали активно, то есть индустриальная была зона, а вот теперь в постиндустриальные времена ее решили переосмыслить. Это выставка Павла Пепперштайна, ну, может быть, вы слышали о нем. Он решил, что нужно заниматься чем-то другим, и вот это здание опустевшего склада стройматериалов натолкнуло его на мысль о том, что такое здание, в котором раньше находился магазин текстильной продукции, можно тоже как-то преобразовать и имея возможность пообщаться с представителями власти, они стали рассуждать над тем, как же можно преобразовать это пространство, какие проекты можно там организовать. Ну, и сначала мы решили покрасить стены. Мы не хотели превращать это пространство белого куба, хотели использовать внутреннее убранство, то, что напоминало нам о том, что там, в общем-то, был текстильный цех. здесь все так или иначе не похоже на обычную стандартную галерею и на то, как обычно представляются арт-объекты в галерее. И получается такая сценография, театральная сценография, которая, конечно, создается именно с одной целью, чтобы зритель, тот, кто приходит туда, мгновенно узнал, что это бывший текстильный цех. И если, например, вы проходите мимо этого здания и через окно увидите, что там внутри, вы вряд ли поймете, что это. И если вы заглянете туда и у вас никогда не было опыта восприятия современного искусства, то, может быть, действительно это будет непонятно. Недалеко там есть такой рок-клуб, такой бар нон-стоп, на окнах там есть такие стикеры, там организуются какие-то фесты, в общем, такой бар, который является центром альтернативной и нестандартной андеграундной культуры, и они используют арт-объекты и вообще обстановку ночного клуба тоже для того, чтобы представлять, организовывать те или иные выставки, представлять те или иные объекты. Вы знаете, я всегда, когда работаю над тем или иным проектом, стараюсь увлекать как молодых, так и пожилых художников. И картины, которые висят на стенах здесь, это картина 80-х годов, это что-то более традиционное. Но вот в этой современной выставке они приобрели новое значение. Мы попытаемся смотреть на более классические вещи с новой позиции, с нового угла, нового угла зрения. И довольно интересно, как то, что традиционно воспринималось в одном контексте, теперь абсолютно гармонично выглядит в новом контексте и может быть переосмыслено. Я думаю, что инфраструктура, обстоятельства, ситуация, контекст позволяют сформировать отношения к тем или иным арт-объектам. Я думаю, что нам нужно давать зрителям возможность выбора, предлагать различные варианты и соединять между собой различные виды искусства. Нельзя игнорировать то, что происходит на глобальной арене, художественной арене. Но при этом нужно еще и внедрять в эти процессы наши какие-то локальные особенности. И вот эти места, узнаваемые местным сообществом, очень важно подчеркивать. Вот еще есть тут изображение. Это здание Баухауса открылось два месяца назад. фасад. обновили фасад. Там довольно большое пустое пространство бывшего склада. И пока там нет никакой инфраструктуры, кроме крыши и стен. И первое, что мы решили сделать, это стали создавать вместе с художниками инфраструктуру. Вот бар, это некий художный проект, библиотека, тоже представлено как арт-проект. Простите за качество изображений. То есть мы пытаемся не прибегать к традиционным инструментам художников, а опять же придерживаться этой идеи автономии искусства. Искусство может использовать любые инструменты, оно автономно. Художник может использовать различные способы показать, как он видит те или иные проблемы или вопросы. Понятно, что есть определенные ограничения, нельзя сделать все, что хочешь, но мне кажется, художники не боятся таких ограничений. У них всегда есть возможность задаться новыми интересными вопросами. И два последних слайда. Это Bauhaus, вот этот склад бывшего строительного склада. А вот это скотобойня. Ее продали вместе с территорией склада. Ее выкупили вместе созданием бау-хауса. И видимо, после того, как определенные механизмы будут отработаны на примере текстильного цеха, на примере склада строительных материалов, мы применим эти механизмы в рамках проекта реновации бывшей скотобойни. Но в любом случае механизмы позволяют создавать современное искусство, общественное современное искусство, там, где в общем-то никогда не было. Спасибо, Михаил. Это была потрясающая лекция. Даже птицы, вот мы видим, прилетели вас послушать. Здравствуйте. У меня один вопрос. Вы рассказывали про художника с Тестергейта, который делал какой-то архитектурный проект в Чикаго. Я слышала про Тестергейтса и про этот проект. А еще этот проект о том, как мы можем что-то сделать с разваливающимися, разрушающимися зданиями, домами. Мы сегодня видим очень много таких зданий в Нижнем Новгороде. И мне интересно, что вы думаете о тех практиках, которые художники применяют в отношении таких разрушающихся старых исторических зданий. И что вы думаете о тех художниках, которые пытаются отремонтировать здания в Нижнем Новгороде. Я думаю, что они делают очень хорошее дело. Но единственный момент, на который я хотел бы указать, я начал об этом говорить, я начал говорить про стрит-арт, но я не знаю, насколько он у вас распространен. В системе, в которой мы живем, которая базируется на постоянном развитии, которая способна к самовосстановлению, самовозобновлению. То есть, мы можем даже после какой-то экологической катастрофы возродиться. И если их попытки действительно успешны, важно, чтобы эти попытки не повлияли на качество жизни людей, которые живут в этих домах. Я уже сегодня говорил о том, что искусство не может быть отделено от политики и экономики. Поэтому, конечно, нужно обращаться с этим вопросом к активистам. Стрит-арт сегодня очень активно экспроприируется рынком искусства. Я думаю, что это тенденция, которая будет наблюдаться в ближайшие 20-30 лет. Я думаю, что сегодня большим шиком для определенных людей считается покупка тех или иных арт-объектов, арт-зданий. И рынок искусства сегодня, наверное, дает возможность нам продолжать наши практики и, может быть, правильно реагировать на те или иные инициативы. И важно понимать, являются ли их практики независимыми, автономными. Но мне кажется, что очень здорово то, что они делают. Мне нравится то, что они делают. И вот в случае с Бушвиком, например, я, может быть, сам небольшой любитель того, что они делают, небольшой фанат, но это, безусловно, интересно. и это влияет на развитие района, это формирует определенные последствия, которые происходят в искусстве. И я, мне кажется, пока рано еще говорить, хорошо это или плохо. Это всегда ситуация контекста. В контексте Нижнего Новгорода... Вот я сказал о том, что искусство связано с экономикой, с политикой связано, но ведь есть примеры искусства, которые на самом деле было автономны. Имеет в виду абстрактный экспрессионизм, то есть работа под измежевшим на полу, промах, коротко. Как это можно связать с политикой, социальностью? Спасибо. Да, может быть, я не очень хорошо пояснил свою точку зрения. Я думаю, что выставка представляет огромное количество исторического материала. Конечно, художники находились под влиянием Холодной войны и идеологии США, но ведь власти США организовавшие эту Холодную войну использовали искусство в качестве символа западной свободы против восточной опрессии, давления. Я не говорю о том, что художники свободны или о том, что они делают то, что им говорят. Я просто говорю, что эффект того, что они делают, всегда так или иначе находится в рамках экономического или политического контекста. Экспрессионизм, абстракционизм не всегда доступен обычным людям и распространился так сильно благодаря финансовой поддержке, которую давали западные страны, потому что для них это было инструментом политической борьбы. если мы поняли друг друга. Искусство не бесполезно, но это не значит, что его следует использовать. Оно используется, но не значит, что художники должны с этим соглашаться, с этой позицией. Понятно, что они могут выступать против тех последствий, которые их искусство, их работы влечет за собой. И, по сути, это ведь привело к распаду, развалу целого сообщества. Я очень надеюсь, я верю вообще в искусство, я не считаю, что искусство должно служить каким-то идеологическим целям. И я даже понимаю, почему Бурдье ненавидит в некоторых художественных кругах, потому что он смотрит на многие художественные проблемы с социологической точки зрения, а не с точки зрения красоты, с которой мы привыкли смотреть на искусство. Но, с другой стороны, я абсолютно согласен с Бурдье в том, что такая дифференциация сфер знаний и искусство одной из них произошло и привело к возникновению современной науки. Современная наука сегодня, мне кажется, очень тесно связана с современным искусством. Это создание знаний, это создание некой науки, которая превосходит стандартные границы понимания искусства. и сегодня искусство это не просто что-то, которое творится, создается где-то в рамках каких-то стен или зданий. Важно то, что такой материалистический подход, материалистическая позиция не возобладала, хотя, в общем-то, она имеет право на существование, эта позиция. ведь материальные условия очень сильно влияют на то, что мы понимаем под хорошим и плохим искусством. И я всю свою жизнь сталкиваюсь с тем, что современное искусство воспринимается как некая периферия, но при этом примеры Гугенхайм или Бильбао доказывают, что это искусство высочайшего качества. и это, как правило, учат с собой большие деньги, а значит и политику. И в рамках такой художественной свободы мы можем нести добро, но это неизбежно связано еще с какими-то последствиями. Мы строим музей, но мы же не можем сделать этот музей изолированным. Всегда будет взаимосвязь с политическими, экономическими факторами. Мой вопрос связан с логистикой. Мы говорим сегодня о России, и вы приехали на поезде. Небольшая поездка из Москвы, но тем не менее. Вот представьте, где находится это место. Вы показали только свой последний пример. который был на границе с Польшей, Чехия, Польша. Как вы считаете, роль логистики, того, как добираться до этого места, ведь это большое место, большое пространство, как вы считаете, оно только для местной аудитории, или все-таки у вас есть какой-то стратегический план, про пиар, конечно, мы здесь говорим, который помогает вам привлекать людей на это пространство. Есть аэропорт Катовица, это, конечно, важный логистический пункт, мы, конечно, не сможем построить специальный аэропорт там, но мне кажется, что идея такого путешествующего биеннале, это очень хорошая идея. Полермон это место, где происходило очень много экономических потрясений, но мне кажется, полермон сегодня известен всем еще и потому, что он привлекает огромное количество капитала, может быть, это связано с мафией, может быть, потому что рядом море, в Сицилии это очень популярное место, там много, конечно, и других достопримечательностей, которые можно посмотреть, ну, или, скажем, Санкт-Петербург, почему его предпочитают другим местам, наверное, это влияние потенциальной, потенциального, экономического потенциала города, и это связано с политикой, понятно, что этого недостаточно для того, чтобы выбрать то или иное место, почему, у меня, например, задает вопрос, почему они организовывали то или иное мероприятие в Остраве, я не говорю, что Острава не подходит, но важно понимать, что те, кто так или иначе поддерживают то или иное мероприятие, должны понимать, что экономически то или иное мероприятие будет, ну, чтобы выгодным, но хотя бы безопасным, и вот в случае с Бильбао, эффект Бильбао это реконструкция огромной территории, которая финансировалась за счет европейских средств, и если бы не было многих миллионов евро, которые поступали из европейских стран, не было бы, наверное, сегодня вот этой новой территории Бильбао, то есть нельзя забывать о том, что мы должны помнить о качестве, качестве, которое напрямую связано с экономикой, то есть мы понимаем, что не изолирован сегодня художник, его гений, как он, как он существовал, скажем, в 19 веке, мог позволить себе быть изолированным, сегодня это уже невозможно, так не работает, то есть мы очень сильно зависим от инфраструктуры, то есть мы можем сделать что-то классное, что-то потрясающее, но мы же понимаем, что это некая наука, наука, которая вовлекает в себя общество, и нельзя изменить ядерную физику, да ведь, и искусство это то же самое, тоже академическая дисциплина, ее нужно изучать, нужно принимать участие в различных совместных исследованиях, и мы, может быть, действительно должны вовлекать местные сообщества, искать местных художников, и создавать баланс между тем, насколько вы открыты, и насколько тем, вы готовы вовлекать новых участников в ваш процесс. это не меняет, на самом деле, сущности искусства, потому что, ну вот так уж сегодня искусство понимается в Европе, это такая расширяющаяся сфера знания и человеческой деятельности. Спасибо, Михаил. Спасибо, Михаил. Спасибо, что вы пришли, и спасибо огромное Нижний Новгород за то, что вы нас привели. Спасибо.